Добро пожаловать мальчишки и девчонки, с вами ваш Новормор, возвращаемся мы на завод наших замечательных людишечек. Правильный вопрос сразу со старта задали в комментариях. А зачем им зарплата вообще нужна, если они все пойдут в общий котёл? Я сам так это особо-то и не понял, но зачем ты нужна? Есть такой хитрый план правительства, так что давайте расставлять их на работу. Что нам нужно? Первонаперво, деталь ковчега прочное волокно. Изи-пизи, ух, мы даже сейчас, мы даже правительству на 800 бачей мыла сдадим, господи ты боже мой. Ктулху всемогущий нам помог, у нас есть денежка на покупку всякого разного. Потом, нет, 30 лет мы прочное волокно не дадим, возможно, но не точно, что самое дорогое? За 20 часов нужно сделать тройматериалы, то есть это заказ с перехлёстом на следующий раз. Давайте мы его возьмём и лекарство за 9 часов. Сложно, но теоретически возможно. Проблема в том, что у нас очень больные, очень стрессовые и очень сильно опаздывают. Как мы из этого будем выходить, мы не знаем. Так, стройматериалы... Ах, ты ж собака-барабак, а нам стройматериалы и лекарства идут по одной ветке. Тогда от самого важного прочного волокна... Я сказал прочное... А, вот сплетённые нити, дублённая кожа. Где-то что-то, как-то, кому-то, куда-то оно будет пересекаться, это будет вообще, в принципе, хорошо. Не хочешь работать с противоположным полом? Я тебя отправлю на мясо, и ты пожалеешь последние минуты своей жизни, что ты не захотел работать, да? Прочное волокно, дублённая кожа, сплетённые нити. У нас всё вообще по запасам. Давно это было, пока записывал Невер. Так, 23 волосиков мало, очень сильно мало. Сплетённых... Зато сплетённых нитей, у нас, знаете ли, до чёрта. Сплетённых нитей до чёрта мы заказ закроем. Мы одного человечка бросим на сплетённые нити, но так чисто, чтобы было. Дублённая кожица. Тебя-тебя-тебя. Кожица дублённая, маловастенькая, но кожица обычная, так, знаете... Более-менее прилично. Ой, е-е-е-е-е, кожа обычная. Мы что-то можем прокачать, а сейчас мы можем улучшить прочное волокно, как цех. Давайте-ка сделаем. Есть. Кто у нас ещё, как добби, свободен? И кто у нас пойдёт на стройматериалчики, их сделаем первыми. А, нет, нет-нет-нет, лекарства надо первыми делать. Выхлоп больше, времени меньше. Лекарствушка 600 бачи за улучшение. Не-не-не, у нас, конечно, деньги есть, но... Но почему бы и нет? Не то, чтобы они работали у нас за зарплату. Раз и два сделали. Лекарства, минералы, костяная мука. Минералов, если я правильно помню, у нас достаточно костяной муки. Мы сейчас накрафтим. Костяная мука, костяная нога. Давыдов, ты тоже на костяную муку. Ты, женщина, идёшь на лекарство. Ты, мужчина, идёшь на лекарство. У нас тут свободный остался. А если найду, найду. Не, не найду. Вроде бы всех расставили, да? И серенькие, значит, расставили. Прекрасно. Пу, начинаем новый день. Грибную инфекцию остановили. Церковь добродетели сократила число заражённых. Но теперь у нас другая проблема. Грибы были радиоактивными. Хы. Непонятно почему, но радиация поратила лишь самые стрессоустойчивые жители. Проверяй их всех. Сегодня твой лучший друг с счётчик Гейгера. А я думал, это вообще дилдак, светящийся. Ну ладно. Назовём это условно счётчик Гейгера. Знаю, так пальцами кавычки сделали. Типа, мг, жнецы. Поднеси счётчик к посетителю. Слышишь треск? Жги. Сожги 10 радиоактивных. Нам они не нужны на ковчеге и заводе. Как их облучённые тела. Это будет просто прекрасно, друзья. Тема, это будет просто прекрасно. Ещё и маленькая отсылочка на Fallout. Сжечь 10 радиоактивных посетителей, проверив их тела. Так у нас 12 тел в запасе, так что теоретически где-то там завод должен работать. Мы комитет, нас любит почти на все звёзды. Главное, чтобы не во все отверстия. Радуйте зрелище местного бога. Подскажите, чего жаждете. Исполнит он ваше желание. Так гласит книга, мирские заботы и путь к господу. Церковь организует праздник в честь скорого полёта. Вот люди, вы не видели, как мы делаем этот ковчег? С чего вы решили, что он вообще взлетит? Такой хороший вопрос. А, значит, мы нарядим жителей пришельцами, будем с ними сражаться и поедать во слава местного бога. Мы построим костяной ковчег и даже запустим его на удачу, взорвав фейерверки. Брат, нам нужна большая партия костей. Не-не-не-не, паства идёт лесом. Паства идёт лесом, даже за 500 бачей паства. Хотя за 500 бачей мы ж кости-то и так производим. Не, у нас там заказ, у нас там заказ, нам нужно прочное волокно. Фу, не берёмся. Переработка страшная, но вынужденная мера. Скоро она останется прошлым. Но создание костяного ковчега это торжество невежества. Безумие надо остановить. Мы заменим кости на папье-маше. Агенты соберут ковчег и заполнят его нашими агитками. Такими, что не разорвать. Может из них ковчег построимся, не разорвать-то. Ковчег рухнет во время молебна, засыпав фанатиков листовками. Но для них нужно прочно... Да, не, знаешь, сложи себе фигуру с участием среднего пальца. Не дам. Не дам, не дам. Ух ты ж мать, 1250 денег-то. Не, ну мы можем пустить их по буям леса. Мы можем взять заказ, если у нас это дело да, то да. А если нет, то нет. Денег много. Знаешь, зачем я тут солдат? Уверен, ты меня ждал. Очередной план глубоко похож на войну сопливых едизей. Черт, да даже там больше ярости. Не бойся. Мэнсен знает, как все исправить. Попьемаши оставим. Пусть хипарь думает, что все идет по плану. Но начинку мои люди поменяют. Подготовь партию мыла, солдат. Сварю бомбу по рецепту Тайлера, революционера Старого Мира. Имеем множество мыла, можно взрывать все, что угодно. И тоже много денег. Причем заказы не взаимоисключающие. Мы возьмем и этот заказ. Мы ничего... Ах, сразу взаимоисключающие такие. Ах ты ж... Хм. Ну так, женщина, ты что там это как-то... Ну вроде не трещит. Свободно, да, одобрено. Да хотя тебе... Ах, а, пардоньте, я понял, как это работает. Я со старта понял, я не совсем тупой. Вот тебя нужно, женщина. Так, у тебя все нормалды. Ты идешь на ковчег. У тебя все нормалды. Мы... Это вслух даже произнести стыдно. Мы по девушкам вводим зеленый, свящийся дилдако. Ох, 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 политики ютуба. Что сказать? Мы любя это делаем. По мужикам мы тоже вводим, если что. Ну, вы ничего не подумайте. Это чисто механически по игре вводим. О, женщина вроде красивая. Вроде развратная. Нет? Свободно. Дважды печать. Так, радиоактивен, но не особо сильно. Что так? О, да-да-да-да-да. А интересно, радиоактивные горят ярче или не ярче? Не, вроде не ярче. Еще один, еще один. Мужчинка, ты как? Нормалдыж. Пошел. Девушка. У вас что, как упитанная? Калорий шмалянула-то. На ней одно это запитались. Я не знаю как. Так, чувак, тебя тоже тут даже. Нам нужны уже тела. Нам нужны тела на переработочку. Так, огонечек. Пошел огонечек. Гали вы такие радиоактивные все, друзья мои. Вы что тебе куда совали? Мне просто хочется спросить. Уф, почти доделали прочное волокно. Прекрасно. И мыло начали делать. И закрыли заказ. Так, подождите-ка, мы закрыли заказ на... Да, у нас куча денег есть. Мы закрыли заказ на лекарства. И можем перерубиться на стройматериалы. 16 часов это вообще изи-пизи. Так, стройматериалчики. Чуть-чуть, не надо. Просто перерубись. Стройматериалчики. Дубленная кожа. Кости. Танкс. А лекарства у нас еще делались? Я сейчас так это... На минуточку минералы. Костяная мука. А, то есть нам в любом случае нужно... Мы даже не меняем расположение. Мы делаем то, что делали. Кожа на лицо не надо. Я такой квест слушать не хочу. Сотрудник Федоров и церкви Добродители просит выделить 200 кожи на производство масок для театральной постановки. Она расскажет, как опасно оперечь руководству, чья власть дарована майственным богом. Минус 400 бачей, все будет окей. Все довольны. Сотрудник Федоров будет переработан. Насколько Федоров вообще у нас уставший? Есть Федоров, а есть Федоров. О, чувак. Ты еще, наверное, и на электросамокате ездишь. Это вот этот в розовой шляпе, похожий на... Ну, поняли. Да. Сотрудник Федоров будет переработан. Лояльность будет меньше. Но все довольны. Все довольны, че там. Всего лишь снизилось проводство строиматериалов. Продолжаем. Так, ты нормалдышный. Сюда, пожалуй. Девушка, ты тоже сюда. Ты тоже сюда. Ох ты ж. Не-не-не-не, я еще упитанная какая. Свезло так свезло. И запитаем, и забубеним. Тебя тоже сюда. Так, вот ты у нас на органы. Вообще, у меня такая мысль появилась, что на самом деле это просто план правительства сокращения количества жрущих. Мы их всех переработаем, и все нормально. А полетит, не полетит, и, знаете, как это, стена между Америкой и Мексикой. Вроде что-то где-то было, вроде что-то где-то кто-то слышал. Но по факту все вообще на буяние упало. Так, нет, ты сюда. У нас запас тел негативно смещается. Девушка. Сколько уже это, кстати... А, мы радиоактивных-то заделали уже, сколько нужно. Мы можем фейлить, но квеста мы уже сдали. Давай, ты в тела идешь. У нас слишком мало тел. В прошлом эпизоде, наоборот, был большой запас. Сейчас как-то маловастенько их. Больше на сжигание идет. Ох ты, женщина-женщина такая хорошая. Такой, ух ты ж. Серьезно, вы там что-то шпех эти шили за кадром? Одобрен на разбирание. Радиокины чем-то-чем-то, они там палуются. Все вместе, друг в друга. Сдороженные один через одного. Серьезно, я не успеваю просто их сжигать. Можно мне позеденько это на переработочку? Смотрим еще раз. Матерная сборка копчега идет. А мы... Заказ мыла для рук земли. А что мы мыла не делаем? Невер опять зафейлил там. Да, Невер забыл про мыло. Ну, руки земли здесь станут ногами земли. Не проблема. Лучше мы что-нибудь по денежке порешаем. Термостойкая ткань. Шесть часов не успеем. Струйматериал 11 часов. Возможно, успеем. 843. Ну, давай, мы тебя забросили. Мы же делаем струйматериалы. Да. Только нужно вот так вот сделать, чтобы больше было костей. Иначе не получится. Продолжаем. Тетело. Ой, надо было проверить. У нас максимальное доверие комитета. Слушайте. Насколько мы шикарно живем-то, а? Нам за это бонус должны зачесть. Какой-то. Где-то. Возможно, за занесением в личное дело. Такс. Резали. В огонь. Хотя надо было не в огонек. Хотя надо было не в огонек. Надо было его на завод на переработочку. У нас сегодня тело в запасе. Там мало. А что был товарищ милиционер? Или мне показалось? Так, девушка, тебе повезло. Вот они сказали, кстати, что максимально недовольны-то зараженной радиацией. Качественные люди. А тут не факт, не факт, вообще не факт. Местами даже не очень. Ох, радиоактивный ты мой мэн. И да, не успели мы ничего сделать, что по факту мы имеем. Ковчег ещё собирается. Собирается медленно. Я где-то прокачиваться так и не понял. Ну и ладно. Завершаем день. Смотрим за результатом. Такс. Вроде все живы. Деньги выплачены. 313 бачей. Это у нас осталось, да? Нормалды. Нормалды. Заказики, ковчегики. Всего 506 жителей на ковчеге. Человечество не выживет. Просто не выживет. Зарплата смены. Не, выйдёте все. Если будут карточки, мы лишних переработаем. Если не будет, то ну что ж делаешь. Уехали. День 24. Доброе утро, граждане вертикали 5. Руки земли и... Их древесные мутанты планируют захватить власть. Патриоты уже формируют отряды дровосеков. Допустим, дровосеков, да. Сихи с нижних этажей уверяют, что на мутантах созрели фрукты. Правительство не советует их употреблять. Хотите вырастить дерево в животе? Нужна безопасная бесплатная еда? Приходите в правительственный центр кормёжки. И это все новости на сегодня. Ждём вас завтра в то же время. Есть подозрение, что в правительственном центре кормёжки кормиться будут не вас, а вами. Ну ладно. Начинаем новый день. Самое начальное. Да, у нас есть карточки на сегодня. Мы их обязательно наймём. Опаздывают у нас... Офига ли ты такой отдохнувший, Комарова? Я не понял. А шо случилось, что мы такие отдохнувшие и довольны? А, так. Сразу нужны нам консервушки. Консервушки, консервушки, как ты ешь, ты матрешны. Я же добуду просто их вытащить из комнаты отдыха. Вот в чём проблема. И хотя бы в этот раз его мы и оставим. Он у нас, знаете-то... Из самых ранних, давних. Консервушки, титов, пошёл. Ты пошёл. Забрался им по прямой. Пока он нас там не собрал за ковчег. Посмотрим, что там будет. А, коровушка, му... Чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё? Что такое? Коровушка, муровушка. Мясушка, примясушка. Правильно-правильно. По двоих набросим. Остальных, исходя из логики заказа. О! 750 можем задать на волосики. За 153 бача. Вы повеситься на этих волосиках не хотите? Мы лучше сделаем термостойкую ткань. И то больше денежки будет. И стача пойдёт на те же стройматериальчики, если мы успеем их ещё собрать. Так, термостойкая ткань, термостойкая ткань, термостойкая ткань. А где у нас термостойкая ткань делается? Вот, термостойкая ткань-то на мыле делается. Одна девушка сюда, одна девушка сюда. Жирики, сплетённые ниточки. Сплетённых ниточек до чёрта, жириков тоже. Заказ закроем и будем думать. Остальные на стройматериалы пускай подогревают. А, остальных-то там вообще один. Пускай подгребает процесс. Едем. Едем, друзья мои. Дел так у нас забрали. Сказали, это слишком развратно. Радиация ликвидирована. Вместе с облучёнными, но это не важно. Конечно же. Особенно, когда у жителей вертикали 5 выросли на голове чёртовы кусты. Уверен, тут виновата не только радиация, но и руки земли. Придётся тебе поработать с садовником. Ножовка это прошлый век. Использую лазер. Где? Нам дали лазерный меч. Ёх. Я как Сит. Красивый. Да он же вынимается даже точно так же. Шикардос. А, так. Так, соиспользуй лазер. Срежь ветки минимум 10 энтом. Энтом. И отправь их на переработку. Древесина в мясе нам не нужна. Ну и на ковчеге и заводе мутантам не будут рады. Две звезды доверия комитета. А это сверх того, что вообще возможно. Закончить строительство ковчега до... Для прохождения инспекции 0 из 24. Ха-ха-ха-ха. Да, конечно. Дождаться визита инспектора. Вот это уже страшно. Сегодня последний день инспекции. Комитет жаждет от меня. Завершение. Ну, короче, на 0 выйдем, и то хорошо. Амрад, мы благодарны тебе за жары, для удобрения. И не вини себя за утечку семян в системе вентиляции. Это несчастный случай на садоводстве. Но в любой беде надо находить возможности. Агенты узнали чё-то чё-то. Но я прощёл, когда не увидел. Мы должны изучить их невероятный симбиоз. Но сперва спрячем гар... Гарольд! Пу. Меловек-дерево, гарольд. Отсылочка ко второму фоллауту. И немножко к первому. И чуть-чуть совсем к третьему. Пропусти его на ковчег. Но дерево не спиливая, камрад. Вы фоточку хоть мне дайте-то. Пропусти на ковчег посетителя с яблоком. И не срезать дерево. Да, 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 я это возьму. Так, ты кастрюльный. Сразу нет. Сразу нет. Сразу нет. Это прекрасно, когда не нужно никого из них... Облучать, проверять и ещё что делать. Я думаю, что... У-у-у. Поздравляйся с Бобом или Хербертом. Да, 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 да. А, это Гарольд из Геков. Даже Гека написано. Ммм, разработчики. Большой палец вверх. Да плевал я на звезду доверия комитета. Нифига вы не понимаете. В олдкульных отсылочках. Так, а вот и чувак тебе не повезло. Всё, 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 всё. Довольно. Обработали. Смотрим. Что у нас там? Деталька Ковчега, Полимер... О, Полимеров. Фигня вопрос. Фигня вопрос. Почему только у нас... А, нам нужно расширять склад Полимеров. Склад Полимеров. Улучшение. Я так понимаю, что вот это оно, да? Улучшение производительности или склада? Ты мне скажи, вот тут очень важный вопрос ещё. На КПП комната отдыха... Я где вообще могу улучшить качество склада? Склад тел улучшить до скольки-то. А склад не тело, а склад что-то более конкретно полезного. Потому что мы или то, или то можем улучшить. Но не всё сразу. Плюс заказики при заказике, тканюшка при тканюшке. 716 можем забросить. Ткань мы тоже можем производить. Вместо консерва мы сделали. Нет, мы ещё делаем консервы. Ну, поскольку я не вижу вообще склада, как такового. Так, награда нет. Переработочка нет. Молебен. Кто же их пустил сюда? Заказ правительства выполнен. Вот же где склад, да? Казалось бы, Невер не тупим. Нажми на склады, будет тебе склад. Улучшамба. 600 бачей. Полимерушки мы сейчас забубеним. Кто будет бубинить, будешь бубинить ты. Делается костяная мука, дублёная кожа. Дублёная кожа у нас... Ну, на 20 не хватит, кстати. Обычная кожа есть у нас? Обычная до чёрта. Вот. Тебя запитали. Костяная мука, костяная мука, да. Костяные муки с головой мы закроем. Не построим, но закроем. За сегодня. Девушка, тебе не свезло? Тебе сразу не свезло? Гри-гори, ясно. Товарищ, стабильность на вертикали 5 находится под угрозой. Аналитики говорят, что вероятность бунта на нижних этажах достигла 10%. Она растёт на 1% с приближением к дате запуска ковчега. Правительство организует центры кормёвшки, где бунтарям будут раздавать еду. Начинка из успокоительного. Товарищ, подготовка к партию лекарств. И помните, от вас зависит стабильность и безопасность вертикали 5. Сколько денег? 500 бачей. Я, возможно, соглашусь. Это не точно, но я, возможно, соглашусь. Так. Правительство лекарства. Термостойкая ткань нам уже не нужна. Давайте-ка перерубаемся. Так, здесь не мыло. Строй материал. Здорово, ты какая? Нам нужно всё производить. Я ж могу взять новых людей. Ой, я туплю. Ой, я туплю. Слышала, бюрократы задумали оболванить доход, доходя к с нижнего этажа. Хотя у них там и так уже мозги расплавились. Ты хоть, ты думаете, не разучился? Короче, предлагаю выгодное дельце. Отмени заказ на таблетки. Скажи, сроки горят по строительству ковчега. Или ещё как-нибудь отбрехайся. Отготовишь нам партию костяной муки. Мы налепим пустышек, продадим бюрократам под видом... Да! Треть сделки моя, да, без балды? 750. Фух, вообще-вобще. Вася, это изи-пизи. Так, значит, отменяем, где там лекарства были. Полимеры, костяная мука, консервы. Я... В душе не вижу, где эти лекарства. Но, по-моему, оно само всё закрылось, да? Выполнить заказ на костяную муку. Я не вижу заказ на костяную муку. А, я вижу заказ на костяную муку, но... Вот она. Надо кого-то ставить туда. Так, Вася, ты шикарный убог. Сейчас, наверное, полностью зелёного девушка. Сразу на работу. То есть она мука... Так, у нас же там трое отдыхающих. Офигали-то... Подождите, 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 подождите. Сейчас всех организуем. Кто у нас там ещё в комнате отдыха? Скройте, заданется. Как мне увидеть, кто у меня в комнате отдыха? Закрыл. Закрыл. Снова в строю вирусная угроза на ковчеге. Да нет, не хочу я смотреть, что там на ковчеге. Будет какой-то Аллахакбарой, всё хорошо. Да, они все отдохнули. Снять с цеха. Снять с цеха. Закрыли. Двое туда же костяная мука. Костяная мука. Да, ну что ты. Тогда хотя бы полимера. Процесс пошёл. Процесс вроде пошёл. Такс, девушка, ты на запчасти. Ты. Минус рога. Минус рога, я сказал. Всё, свободно. А я тебя на смену возьму. Нам такие рогатые нужны. Вот, ты пойдёшь сюда. Костяная мука, супер. Процесс идёт. Такс, ты тоже вперёд. Ты на... У, на заводик-то запитать нужно. Давай, раз, два, три, запитали, заводим. А ты хороший инженер, слушай. Ты на огонь. Ты на огонь. А, срезать ветки и переработать. А, мне срезать ветки и переработать их надо. Твою знали. У тебя нельзя переработать, комитет будет негодовать. А вот этот костик мы не закроем. Не закроем там. Переработал. Двоечка. Ты в огонёк. Ты в огонёк. Ты тоже в огонёк, не поверёшь. Вы все угненные товарищи сегодня. Ты хорош, Матвей. Ты в огонёк. 13 тел в запасе. Ты тоже в огонёк. Ну где эти деревянные-то? Рога копыта. Давайте залетайте быстрее. Задолбался ждать. О, молодец. Есть, есть в огонь. Пошла. Есть. Смотрим внимательно по заказам. Костяная мука практически дошла до синдиката. Сборка копчега идёт. Шикардосно. Ткань для трицели мы не делаем. Ну и буй с ним. Возможно, прочное волокно, но опять же, 460 баксов нам волокно потом нужно на постройку копчега. Так, чувак. Нет, нет, нет. Просто, просто нет, просто нет. Ты тоже просто нет. Деревянный. Ну фига ли бы я его не переработал. Он же деревянный был. Процессы идёт. Вот, вот, хорошие люди пошли. Хорошие, качественные опять же. Нужно ещё пятёра. Мы, скорее всего, не успеем. Они слишком хорошие пошли. Прям один за одним, один за одним. Жгут напалом. Апч, давай, апч, апч. Главное, голову им не срезать лишний раз. Нужно ещё четыре. Да, ну давай же, что жёстно, рога такие подрастали. Серьёзно. 15, 58, трёшечка нужна. Мы сделаем, я сказал, мы сделаем. Пармена на мыло. Точнее, на уголь. Двоечка нужна. Ча-ча-ча-ча, практически там уже. Тебя, Ваганючек. Тебя прямо, Эльвирушка Орлова. Заказ на костяную муку выполнили? Да, выполнили, прекрасно. Стройматериалчики и делаются. Полимерчики мы тоже закрыли. Давайте, что, давайте, так, настройматериалы один. Настройматериал один. У вас полтора косых есть? А лучшить больше мы не можем за сегодня. Вот это обидно. А ну и ладненько, шоколадненько. С полимеров снимаем, сюда забрасываем. Так, с девушкой... Да, 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 я знаю, я знаю, я знаю. Зарезал-таки башку. Ну, обидно, чё ж сказать. Раз, два, три. Есть, квестик закрыли. Молодцы, всё. В огонечек, в огонечек всех подряд. Запасы есть. Ставиана была хорошая, но её... Как же, не сказали, что минус звезда комитета. Её комитет не любил. В огонечек, в огонечек. Ксения, ты моя, Собчак. Чё, 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 чё? Тебя для разнообразия мы не пустим. Тоже в огонечек. Деревянный тему... Ты будешь последним, ты будешь на переработку. Итак, шо мы имеем? Сверхпрочное стекло. Что в вас искусали отдельно взятые личности? А где делается сверхпрочное стекло? Вот оно, где делается. Электроника, сверхпрочное стекло. Триста. Берём сразу, потому что потом после выплаты зарплаты у нас не хватит немножко денежки на всё про всё. Из чего делаются стекольцы? Подожди, подожди, подожди. Стекольцы делаются у нас. А где оно есть? А я сейчас очень сильно хочу посмотреть. Ох, склад нашёл. Вот здесь его можно было улучшить вообще. Сверхпрочное стекло, льза, консервы, стройматериалы, термостойкая ткань, складик... Вот, электроника. Переключём. Надо дай мне навестись, пожалуйста. Переключим, бам. Делается из плетённых нитей и ценных металлов. А-а-а, да. Да-да-да-да-да-да-да. Это будет очень сложно, но мы это как-то не сделаем. А тем более, что мы эту детальку ковчега сегодня построили. И бог с ним. Давай за сотку сбросим волосы. Пускай уже будет. А с травматериалчика немножко не дошли. Завершаем день, смотрим, чё куда зачем. Иправлял инспекцию. Такой важный момент. Тебе повезло, что уже поздно искать кого-то на твоё место. Дострой ковчег до конца следующей недели, или отправишься на переработку. Я это слышу уже последние три или четыре апдейта игры. Но не думай, что получил дополнительное время. Комитет готовит фракции к вылету, и поверь, работы станет только больше. Как и возможности отправиться на переработку. Не облажайся. Мясо. Хер, бригадир, ты же понимаешь, что тебя тоже переработают. Ой, мы всем зарплату выплатили. Какая прелесть. 16 из 24 мы сделали. Я надеюсь, что их всего 24. Мы и звернёмся, и загнёмся, и сделаем всё, что нужно. Но есть определённые сомнения. Вы работать будете всем. Отдельно мы скажем отдохнуть. Доброе утро, граждане вертикали 5. Движение поездов в направлении завода временно приостановлено. Крылзые мутанты перегрызли силовые кабели. Это значит, что мы дошли до конца этого апдейта. И ждём следующего. Пока что. Ребяточки, делаем маленькую паузу. Не забываем про наш телеграм, дискорд и контакт. Ссылочки всё также под видео в описании. Всем удачи. Всем до встречи. Увидимся в следующем выпуске. Пожалуйста.